Минифутбол Елена Юрьевна Кудзеева Здравствуйте, Елена Юрьевна Ну, несколько слов о том, наверное, как прошли первые полгода этого чемпионата, подвести определенный итог Первые полгода, так сказать, до новогодних праздников, как обычно, мы начали чемпионат в октябре, стартовали, но с каждым годом сейчас финансовые проблемы команд Команд стало очень мало, всего четыре, и решение было принято, что, несмотря на то, что у нас осталось четыре команды в минифутболе в высшей лиге, играть решили в шесть кругов Ну, это достаточно игровой практики Уровень команд, как бы, вот тройка у нас самая основная, где между собой, в общем-то, три команды решают, и Харьков это новая команда, которая зашла только в этом году Ну, как бы, не соперник, но тоже интересная команда, подтягивается от игры к игре с ними, интереснее играть Ну, пока мы задач, как бы, таких там не ставим, обязательно, вроде в призах и так должно быть Ну, постараемся там сыграть лучше, порадовать соперников, ой, не соперников, а болельщиков наших Вот, как бы так, пока на третьем месте Скажите, вот, за последние вот несколько лет команда как-то и менялась, кто-то приходил, уходил? Ну, каждый год, конечно, какие-то есть изменения, один-два человека всегда, кто-то ушел, кто-то пришел Ну, в основном, гостяк, как бы, наш, не про петровских девчонок Также уже мы работаем с малышами, с детьми, девочек набираем Есть таланты, которые мы сами, как бы, и растим для нашего подкрепления в будущем Поэтому, как бы, основная, основной костяк нашей команды, это наши местные девочки Можете немножко остановиться на том, вот, как, скажем так, девчонок, и футбол развивается Где вы их набираете, куда вы их приглашаете, где проводятся тренировки Может быть, опять же, через нашу программу можете их туда пригласить Ну, конечно, вот, также по детям Федерация футбола проводит, ну, Украины проводят все соревнования Это, как бы, такие же чемпионаты Украины среди детей Делят по возрастам, возрастным группам, это как и у мальчиков Также у девочек это все существует Пригласить можем, конечно, мы сейчас работаем в 69-й школе, тренируем там девчонок Так что, если кто хочет, пожелает, значит, можете обратиться в Федерацию нашей областной Найти мой телефон, и я вам подробно расскажу, куда приходить, когда, какие занятия, по каким дням А вообще у девчонок горят глаза футбола? Ну, конечно, так же, как у мальчиков, таких у девочек Они зажигаются, они этим живут, им это очень нравится, как говорится, ну, каждому свое в жизни Девчонки, они не чужды футболу и любят его Насколько вот для девочек травмоопасный этот, может быть, вид спорта? Или он, в принципе, одинаковый? Не боятся ли они травм? Ну, я бы сказала, что кто-то боится, тот и не играет, да? Ну, я не думаю, что там кто-то боится, а особо, там, программирует себя на травмы Ну, как любой вид спорта, он травмоопасен, это в любых видах, независимых футбол или там гимнастика Все это случается, естественно, но любовь больше, чем опасность Есть ли сейчас сборница в команде? Да, у нас два человека входят в сборную Украины по футзалу Тараканова Валентина и Гриценко Ксения Основные такие вот, каждый год они как бы поддерживают свой уровень Попадают в сборную, но сейчас в футзале очень сложно, финансирования нет практически, поэтому сборные как бы даже сейчас пока нигде не играют на международном уровне Надеемся, что как-то это изменится ситуация Впереди у команды два подряд домашних матча, можете пригласить болельщиков, когда они будут, где, что восклик? Да, мы сейчас стартуем 27 января, это новый зал у нас Олимпия-арена, ориентир торговый центр Правда Начало матча у нас полчетвертого, так что приглашаем всех болельщиков, любителей футбола Кстати, а в новом зале уже как тренируетесь? Да, мы с самой осени, с октября туда, как говорится, зашли тренироваться и до сих пор там тренируемся Там и принимаем свои домашние игры, очень хороший зал, спасибо большое там руководству нашей области Мы даже не мечтали уже, что у нас появится этот зал и очень как бы благодарны В таких условиях приятно и тренироваться, и играть, и это хоть какой-то престиж нашего города, что мы принимаем в очень хорошем зале Сейчас как бы мы вышли на какой-то действительно хороший уровень В других городах, сейчас, ну как говорится, мы... Ну, один из худших у нас был прием домашний, поэтому сейчас есть чем погордиться Злагода известна как мини-футбольная команда, но насколько известно, сейчас в Днепре у нас уже зарождается Вернее, возрождается и женский большой футбол, несколько слов об этом Да, в этом году мы первый раз попробовали заявиться в соревнования по большому футболу И приняли участие в первой лиге чемпионата Украины И задач как бы особых мы не ставили, потому что это первый опыт, мы никогда не играли в большой футбол Но, как говорится, нам сказали, что первые две команды, занявшие в первой лиге, выходят в Ишу-лигу И вот совершенно мы даже не ожидали, но выполнили даже задачу, которую они ставили Заняли мы второе место в этом чемпионате и зашли в Ишу-лигу Сейчас как бы вопросы решаем по поводу финансирования команды И что наша команда женская Днепра, города Днепра, наконец-то возродила те традиции, которые были 20 лет назад Что играли в высшей лиге на большой футбол В команде играют те же самые девчонки, что и в мини? Да, та же самая команда Насколько сложно им перестраиваться? Да, первые игры перестраивались, можно так сказать, первые 3-4 игры А потом как-то уже пошел по накатанным В принципе, мини-футбол дает хорошую базу для большого футбола Это быстрота мышления Технические данные гораздо в минке больше отрабатываются Поэтому за счет техники и быстроты мышления мы перестраивались и неплохо показали Неплохие игры потом получились у нас А где команда принимала или в будущем планируют принимать? Мы принимали в стадион Парк Ленина, сейчас уже молодежный Также планируем, надеемся на открытие нашего нового стадиона Трудовые резервы В принципе, там планируем и тренироваться, и принимать Пожелаем вам удачи и в маленьком футболе, и в большом Спасибо 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 Спасибо